С миру по нитке Украине солидный долг. Мы одалживаем деньги на всё. На реформы, на поддержку гривни, на медицину. Вопрос только, куда они идут? Наш следующий материал очень показателен. В этом году Всемирный банк выделил Украине 250 миллионов долларов. Часть этих денег потратили на покупку новых карет скорой помощи. Их с показательной чиновничьей помпой передавали в разные области. В том числе и в Ривненскую. Но оказалось, что машины почти полгода простаивают в гаражах. А больных возят на разбитых газелях. Как украинские чиновники просеивают кредитные миллионы? И на Белецкое дальше. Это было ярким событием лета. У Ривненской облгосадминистрации красивым полукругом стоят 18 новеньких скорых. Их купили за деньги Всемирного банка. Украина на улучшение здравоохранения одолжила 250 миллионов долларов. Эти деньги направили в 8 областей. В Ривненской, например, работают над эффективностью лечения и профилактики болезней системы кровоснабжения. С 2015 по 2020 планируют освоить 2,5 кредитных миллиона долларов. Один из этапов обеспечения скорыми. Вот они. На них ушло полтора года труда консультантов. Александр Нечаев водитель Ракитненской райбольницы. Он один из 18 счастливчиков, которые пригнали в районы новенькие кареты. Но на этом аттракцион щедрости закончился. Уже пятый месяц эта скорая ездит только вокруг гаража. В ней не ездил, потому что она не зарегистрировала. И что она на красных номерах на времени. Машины купили, но пользоваться ими нельзя. Не користуемся. Так она стоит в упаковке. Это такая же скорая в соседнем Сарнинском районе. В салоне постелили коврик, чтобы не портить новенький пол. Но спасать жизни не могут. Не зарегистрировано. В связи с тем, что нет денег. А все из-за обычной халатности. Помпезно вручая машины, чиновники и консультанты Всемирного банка попросту забыли, что их необходимо регистрировать. А значит, заплатить в пенсионный фонд. Мы узнаем, что нужны деньги для постановки на облик этих автомобилей. Так же после передачи. После того, когда уже был выкринен контракт. Кареты скорой помощи купили у предприятия Автоспецпром, которая принадлежит сыновьям известного украинского хирурга Эмиля Фистеля, который остался работать в Донецке. По нашим данным, Автоспецпром ввозит автомобили, потом их переоснащает, но по документам является производителем. Берут автомобиль, легковый автомобиль берут. Переобладнали под швидку, сертификованно. И в классификатор писали легковый, кому швидка допомога. В сервисном центре МВД с такими машинами сталкиваются не впервые. Уверяют, это можно было предусмотреть. Оскільки цей транспортный засіб легковый, сплачивается 3-4 або 5% до пенсионного фонда Украины на областковое пенсионное страхование. Деньги, а это 70 тысяч гривен за каждую машину, пока нашлись только в двух районах. Остальные 16 скорых простаивают в гаражах. А пока больных возят на старых УАЗиках и Газелях, где нет возможности вентилировать легкие или завести сердце. Но скорые не единственные, куда намерены вложить одолженные у Всемирного банка деньги. Тут должны отремонтировать и оснастить 72 амбулатории, обучить специалистов и закупить кардиооборудование. Самая дорогая покупка – ангиограф для Ривненской областной больницы. Здешний аппарат вышел из строя. Это ВИН 16 лет назад. ВИН поставленный. Цена аппарата 16 лет назад, 17 даже. Под новое оборудование готовили и новую операционную площадку под генератор. Из бюджета на это потратили 1 миллион 400 тысяч гривен. Но, как и со скорыми, опять что-то пошло не так. Консультанты Всемирного банка по итогам тендера выбрали фирму-поставщика ангиографа. Ее представители осмотрели помещение и постановили – надо переделывать. Деньги опять просят у бюджета. С миллион 300, до миллиона 400. Был загальный проект, сделанный, скажем так, под стандартный ангиограф. Но, выраховывая то, что проводились, ну, конечно, оголошились торги. Когда уже приехали консультанты из фирмы-переможца, которая будет установить ангиограф, скажем так, у этого обладания есть певные технические вымоги. Зачем поспешили с ремонтом управления здравоохранения? Говорят, мол, не могли предусмотреть, кто победит в тендере. Если бы мы не начали ремонт, мы не достигли бы под эту дату сделать те ремонты, которые там четыре конструкции, которые там нужны. Но до сих пор ничего вот так и не установили. Зачем же было спешить, рискуя сотнями тысяч государственных денег? Это консультант по связям с общественностью в проекте. Его услуги обходятся дешевле, чем услуги его коллег. Всего 32 тысячи гривен в месяц. Больше всех получает консультант по вопросам управления субпроектом бывший глава Ривненской обыгосадминистрации Сергей Рыбачок. Около 54 тысяч в месяц. Для Ривного такие доходы весьма впечатляющие. А всего за неполных два года на семерых специалистов потратили более шести миллионов кредитных денег. Вот только успехи пока весьма сомнительны. Из того, что можно потрогать, только скорые. Да и те пока по гаражах. Правда, в Дубровице взяли, да и наплевали на условности. И на свой страх и риск задействовали в работе ренемобиль. Первый рейс был в ожоговый центр. Ну, в основном, оно переважно ДТП. Тяжкие форы, кому потребуется кисень. Не бачу доценности в том, чтобы машина стояла в гараже, а хворие, ну, как, страдали и помирали. Проект Всемирного банка должен завершиться в 2020 году. Может, к тому времени улучшение здравоохранения заработает для людей, а не только для тех, кто к нему имеет отношение. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности недели телеканал Интер. Ривненская область.